Приветствую всех, друзья! С вами Капитан Алатристо. Сегодняшний наш гайд посвящен американскому линкору пятого уровня. Называется он Нью-Йорк. Машинка реальная. Машинка существовала в металле. Их было два корабля Нью-Йорк и Техас. Нью-Йорк отправлен на слом, ну вернее затоплен в 48 году прошлого века. А Техас до сих пор как корабль-музей стоит в Америке. Если кому интересно, можете сгонять, посмотреть вживую. Так, это дальнейшее развитие линкора типа Вайоминг. Мы получаем более толстую бронезащиту, более мощное орудие уже 14-дюймовое и теряем одну башню в корме. Немножко нам добавляют в ПВО, аж целых 25 единиц в топе, ну как у Фарагута СНИЦа шестого уровня, но все-таки лучше чем ничего. Ну что ж, давайте рассмотрим матчасть, потом я покажу вам просто обалденный бой. Идем к железкам. Однозначно загоняем корабль в топ, причем я советую вам в первую очередь прокачивать не корпус. Ни в коем случае, да, корпус нам добавит изрядно ПВО, немножко маневренности и живучести, но, смотрите, если мы убираем СО, мы начинаем стрелять на 16 километров с половиной. Это, откровенно, не хватает. Да, и, в общем-то, топовая силовая установка, с ней он просто еле ползает. Я все, конечно, прекрасно понимаю, что в реале на этот корабль планировали устанавливать паровую турбину, в итоге установили паровую машину, потому что она оказалась экономичнее. Но вот в этом, в стоковом варианте он просто не ползает, поэтому быстренько качаем вот это и вот это, а корпус в последнюю очередь. Так вам будет, поверьте, играть намного-намного комфортнее. Что поставлено мне из модернизации? Орудие у него выбивает редко, поэтому я немножко усилил ему ПМК. Ну, в принципе, как вариант, можете вот поставить орудие главного калибра модификация 1, не ошибетесь. Во втором слоте, во втором слоте однозначно я ставлю систему управления огнем модификация 1, которая увеличивает нам дистанцию стрельбы орудий главного калибра. У американских линкоров низколевельных она явно недостаточна, японцы вас будут перестреливать, чтобы они делали это реже. Ставим вот эту штучку и не переживаем. В третий слот, если не жалко денег, система борьбы за живучесть для линкоров просто-таки обязательный must-have. Напоминаю, ребята, не скупитесь поставить снаряжение, которое у нас улучшенное. Это можно сделать как за голду, так и за серебро. Так что по вашему бюджету это никоим образом не ударит, а вот в бою изрядно поможет. Посмотрите, какая разница в перезарядке навыка, вернее как, снаряжение. А вот к навыкам мы сейчас и перейдем. Навыки командира, видите, это мой основной аккаунт, здесь еще мало что прокачано. На первом уровне я взял, как ни странно, ремонт. Он важен для линкора, потому что вас будут постоянно бить фугасами, будут поджигать, будут попадать торпедами. Надо бы, чтобы эти все плохие штучки для нашего корабля оперативно устранялись. На втором уровне наши четыре башни, вернее какое четыре, их у нас целых пять. Пять башен, чтобы вращались немножко побыстрее. Я поставил мастера-наводчика. А вот на третьем уровне хорошо бы прямо вот сразу хапнуть нам повышенную готовность. Но я все-таки возьму суперинтенданта, потому что для линкора лишняя хилка, она просто на вес золота зачастую в боях. Такс, ну четвертый левел, однозначно буду брать усиленную огневую подготовку. А дальше посмотрю, дальше еще копить и копить. Но вообще, если вы берете что-то пятым перком для линкора, я лично всегда рекомендую мастер на все руки. Чтобы у нас быстрее, опять же, перезаряжались наши снаряжения. На, разумеется, на ремонт и на восстановление нашего виртуального линкорьего здоровья. Ну, остался у нас внешний вид и потом можно идти в бой. Поставлю я в обязательном порядке вот эта вот великая линкорная четверка. Это минус 20 ко времени тушения пожара. Однозначно также ставим плюс 50 к опыту, чтобы быстрее прокачаться до топа, да и до следующего корабля. ПМК усилим при помощи вот этого флага. И, черт, даже название не могу прочитать. И вот Индия Дельта мы ставим плюс 20 к скорости восстановления боеспособности с использованием снаряжения ремонтная команда. Вот так вот. Флажок на скорость опционально, еле-еле ползает 22,4 узла. У нас корабль, но все равно это лучше, чем ничего. Обязательно ставьте минус 20 ко времени устранения затопления, будете быстрее отхиливаться от последствий попадания в вас торпедами. И, кстати, заметьте, в бою, если вы внимательно приглядитесь, у меня не установлен флажок зулу, который повышает доходность во время боя. Обратите внимание, это будет важно. Так, что касаемо сигналов, ну вот доставлять уже можете на выбор. Можно зулу, можно, в принципе, если боитесь, что вас взорвут в погреба, еще доставить Джульет Чарли. Касаемо камуфляжа, камуфляж на незаметность, сами понимаете, ставить линкор это смешно. Я поставил камуфляж, который хоть чуть-чуть, но уменьшает точность стрельбы противника по нам. Вот, в общем-то, и все. Характеристики орудий, пожалуйста, перед глазами. Можете поставить на паузу, внимательно с ними ознакомиться. Не самые точные, но зато посмотрите их у нас целых 5 штук. Еще обратите внимание, вот это вот третье орудие, но имеет такую хитрую особенность. Оно не доворачивается на такой же угол, как и все. Мешает вот эти вот склады плавсредств на палубе. С точки зрения историчности это абсолютный фейк. Это все дело перед боем снималось, убиралось на транспорт и сопровождение. Вот, ну у нас вот как-то так. Помните об этом в бою? Не все орудия у вас под острый угол подвернутся. Ну, в общем, давайте. Хватит сказок, хватит сухой теории. Попробуем, повоюем. В самом начале добрый игрок команды противника предлагает мне слиться сразу. Я в ответ промолчу. Посмотрим, финал боя все расставит на свои места. И открываю огонь по вражеской аобе. Это такой выстрел с вертухи. Она еще была за горой. Как видите, я не пользуюсь никакими точками упреждения и оками с урона. Тем не менее, ну, чуть-чуть не угадал, но зацепил за полубак все-таки эту аобу. Значит, ребят, смотрите, после того, как вы поставите все топовое на ваш Нью-Йорк, когда установите модернизацию дальней стрельбы, вы уже, в принципе, начнете достаточно уверенно перестреливаться на дальних дистанциях. Должен быть достаточно сильно прошаренный какой-то там, не знаю, фусо, который стреляет дальше, чем вы на 2 с копейками километра, чтобы держать вас на дистанции. Такие, к счастью, попадаются нечасто. И посмотрите, зато мы можем дуэлиться с крейсерами на больших дистанциях, особенно с Кливлендами, и избегать их попадания, потому что как же долго летит у Кливленда снаряд, а наши 10 выстрелов, они даже поточнее, чем у этого самого Клива. Вы обратите внимание, я буду достаточно долго и вольготно маневрировать под стрельбой Кливов издалека, а вот вражескому Мёка, видите, как он сразу погрустнел, шел-шел по прямой и куда-то стал отдаляться. Дело в том, что Нью-Йорк, да как и любой линкор, просто страшно дамажит крейсера. Прекрасно наши 14-дюймовые снаряды взводятся об их броню, и если мы в них хорошо попали, дамаг проходит классный. Но будьте готовы к тому, что линкоры у нас промахиваются, Нью-Йорк не исключение, зачастую очень обидные накрытия, от которых хочется просто клавиатуру разбить там об стену или об монитор. Но, ребят, это линкоры. Если вы выбираете их, будьте готовы к тому, что линкор заносит просто-таки космическую дамажку во вражеские корабли, если, конечно, попадает. Но при этом изрядная доля страданий выпадает на вашу, в общем-то, судьбину. Будьте к этому готовы, если играете на линкоре. Ничем Нью-Йорк не отличается в этом плане от других кораблей. Ну, вот японцы разве что несколько поманевренней, побыстрее. Нью-Йорк это такое тяжелое-тяжелое корыце, вооруженное мощными пушками, которое продавливает. Ну, в общем, каковы задачи его, скажем так, в бою? Если японцы могут играть от дистанции, где-то, может быть, даже немножко врываться, давать залп и разрывать дистанцию, у них позволяет это и динамика, и дальность стрельба орудий, то здесь мы такой утюг. Если мы приползли куда-то на фланг, оттуда мы уже не вернуться, не уползти обратно, там поменять фланг, мы уже не сможем. Помните об этом, когда вы выходите в бой на этом неповоротливом корабле. В общем, где-то у вас получается, ну, не знаю, наверное, с восьмого уровня, да и то там Северная Каролина не самый динамичный кораблик, но вот эти вот утюги, начиная с четвертого, ну, третий Южную Каролину я там Зеленкорт особо не считаю, это так что такой еще не до, не до Дредноут такой вот, но Нью-Йорк уже вполне себе полноценный ЛК. В общем, здесь я тихонечко иду по флангу, вы можете обвинить меня в том, что я как-то не иду вперед и не танкую дамаг, но идти на несколько крейсеров это глупо, нужно вначале серьезно подамажить их, серьезно ослабить огнем на дальней дистанции. Видите, вражеские Кливленды и оба у них, они охотно со мной дуэлиться, думают, что линкор это такая большая неповоротливая туша, которую можно вполне себе легко забрать, но сейчас мы их в этом будем просто-таки с вертухи разочаровывать. Обратите внимание на моего коллегу на Нью-Йорке, мне даже коллегой его называть не хочется, парень явно играет на определенном классе техники в танках, сейчас вы все поймете, я когда камеру на него отверну. Вот смотрите, как получают оба. Это линкорное орудие, повторить такое может только авик, ну может быть на авике это легче, он там долетел, бросил торпеды, но здесь у вас такая тоже некая длинная рука, которая заносит просто-таки страшнейшие уроны на большом расстоянии по крейсерам торпеды. Вот такая, посмотрите, не самый лучший, конечно, вариант для единоборства, вот это оба, по сути дела, это мальчик для битья, то есть он вышел из-за угла, отхватил в щи с вертухи, вот, еще раз отхватил, там кинул торпеды, разумеется, не попал и уполз задним ходом. Вообще, я не люблю показывать бои вот такие, ну откровенно нагибаторские, где вот я просто взял нагнул, зачастую в таких боях, где люди там набивают огромное количество фрагов, это просто везение. Так, прошу прощения, если видимо альтабнулся и немножко лагануло, сейчас снова пойдет изображение. Вот, уж не стало перезаписывать или отрезать этот кусочек, да, все заработало. Ну что, теперь опробуем по миоге, миоге, конечно, у нас не самый лучший образец бронированного линкора, это такой вот линейный крейсер, но тем менее в боях они будут вам встречаться, поэтому давайте попробуем по нему выстрелим. Так вот, в этом бою с нагибом, ребята, все будет в порядке, немножко говорю, забегая вперед, но при этом, вот чем он мне понравился, именно показался поучителям. Здесь очень много моментов, где Нью-Йорк показывает свои сильные стороны. Вот почему никто не... вот, посмотрите, он прекрасен, вот он как со старта заехал, этот пацан за островок, там он и встал. Но главное не забывать переезжать, а то по трассерам вычислят. Позволю я себе в чатике немножко пошутить в его сторону, это будет чуть попозже. Так вот, конечно, почему никто не показывает сливные бои, когда вас там на вашем Нью-Йорке прилетели там два века, запустили с всех сторон торпеды, еще там три кремлина напали и сожгли вас просто нафиг. Вот. Ну, смысл. Смысл это показывать? Во-первых, это будет не позитивный абсолютно ролик. Во-вторых, всем и так понятно. Более-менее сведущим людям, если домотался до вашего линкора АВИК, если вас не прикрывает слюзный крейсер, далеко вы уже не уйдете. Вот. Вот. Смысла показывать слив в каких-то хрестоматильных условиях тоже нету. А вот как раз в бою, где наносится много урона, у зрителя всегда есть возможность посмотреть, как это автор видео делал, на какие кнопочки там он нажимал, какими навыками пользовался, как целился и как стрелял. В этом бою, опять же, повторяю, с домашкой все будет очень и очень хорошо. Вот. Кто-то, может быть, уже видел, вчера вечером я выложил скрин с результатами этого боя. Так что те уже не удивятся. Пожалуюсь все-таки на этого товарища. Можете поставить мне дизлайк. Ну, насколько я знаю, эта функция будет работать следующим образом. Человеку, на которого будут часто жалованы, что он плохо играет, ему будут в личку рассылаться там ссылки на видео обучающие по кораблям. Может быть, и на мои видео ссылочка будет. Ну, вот, посмотрите, это 14-дюймовое орудие Нью-Йорка. Понятно, что просто бить вражеский линейный крейсер 4 уровня, ну, поверьте, Нью-Йорк может классно втащить и Нью-Мексики, и Фусо. В общем, орудия уже это позволяют сделать. То есть стволы у нас стоят, ну, практически как 6 уровня. Так, сейчас я помню, что выйдет слева Кливленд, и где-то здесь был авик, потому что уж больно быстро долетает его авиагруппы. Меоги старательно изображает, посмотрите, из себя просто такие, не то чтобы грушу для битья, а просто мишень на полигоне. Еще бы хотелось бы по нему выстрелить, но вот эти торпедоносцы мне очень сильно мешают, мешают одним фактом своего, черт возьми, присутствия. Ребята, когда вы почувствовали, что вам идет угроза со стороны там любого торпедного корабля, что самолета, бросайте все, 90% потопленных линкоров торпедами начинается, ну, вот еще разочек выстрелю и начну уклоняться. Уже уклоняться вы не успеете, вас, скорее всего, утопят. Ну что, прощальный залп по Меоги, его если не добьют сейчас мои снаряды, то потом он либо догорит, ну, вот, видите, а здесь пошло уже невезение. Вот. Все, проатаковали мне, какие только могли, надамажили, подожгли, вот вам вся суть линкора. Я отхилился и, в общем, потушил все пожары, и посмотрите, вот он Кливленд, казалось бы, я уже готов стрелять, можно засандалить в него, нет, я начинаю переводить орудия правее. Сейчас мы посмотрим твою неуловимую цитадель, товарищ крейсер, ну-ка глянем. Вот как раз, когда он мне подвернулся бортом, вот тогда я уже начал стрелять. Все. Если бы я выстрелил, когда он шел ко мне носом, смысла это особо не имело бы. Вы находитесь бортом, у вас кормовые и носовые орудия разнесены очень далеко, и они стреляют, снаряды сходятся, малая площадь поражения вражеского крейсера со стороны носа, большинство снарядов просто уйдет мимо. Вот так в борт стрелять в упор, просто милое дело. Все снаряды у вас заходят туда, куда нужно, в общем-то, никаких проблем не возникает. А вот когда Кливленд шел ко мне носом, я в него так бы, конечно, не попал. То есть, холоднокровно дождитесь, когда крейсер подойдет бортом, и дайте ему полный залп этим самым бортом, всеми вашими стрелянами. Смотрите, как подтаскивает, причем это были бронебойки, как подтаскивает вражескому авианосцу у нас Нью-Йорк. Причем и Депенденс, опа, вот одинокая торпеда, и самолетик тут же приказал долго жить. Дело в том, что Индепенденс, это у нас, насколько я помню, корпус у него отклиблен, то есть, я вам сейчас еще раз продемонстрировал стрельбу, по сути дела, по легкому крейсеру, типа Кливленд, это наши самые поганые противники на этом уровне. Так, наверное, не буду я сейчас убивать этого Индепенденса, придержу снаряды, ну, его уже добивают торпеды, зачем мне тратить зря выстрел? В общем-то, да и наш ружье пускай пофармит. Так, ну, в общем, вот, в принципе, вся суть применения Нью-Йорка. Вы неспешно где-то продавливаете фланг, раздавая дамаг и принимая его, потому что вы можете отхилиться, союзный крейсер отхилиться не может. К счастью, промахнулся по мне этот, это последняя группа бобров, которая просто уже была отправлена на автомате. Остается добить вражеский крейсер. Он, молодец, подворачивает, ну, в общем-то, его тактические действия уже особо не помогут. Команда сливается его, и ничего тут уже для него не будет. Но сейчас будет пытаться, скорее всего, продать свою жизнь просто подороже. Так, заряжаются мои снаряды, и сейчас, вы увидите, опять встанет передо мною выбор. Крейсер старается... Так, в принципе, да, остался только Миоги Хасухару. В общем, крейсер, видите, старается держать угол, он подворачивает. Возможно, опасается атаки нашего эсминца повторной, но, скорее всего, просто пытается танковать, скажем так, так, чтобы мои снаряды не пробили ему борт, не вышибли цитадель, а то и просто его не ваншотнули. Вот вам выстрел для сравнения. Попал я ему строго в нос, стрелял, честно говоря, с надеждой, что пробью носовой траверс цитадели, и зайдет там хороший дамаг в носовые погреба. Ну, такое бывает, но редко. То есть, по сути дела, я выстрел сейчас пустую, 5000 я с него снял, это не так-то, в общем-то, много. Лучше бы я попридержал свой залп и сделал бы его чуть позже. Посмотрите, крейсер пытается выйти в торпедную атаку, но торпедной атаки, ребята, не будет. Насколько же эффективен Нью-Йорк в бою на близких и средних дистанциях? Там он практически блокшотами, но вы видели, это уже не первый такой выстрел, когда на дистанции в районе 7 километров и меньше вылетает просто страшный дамаг по крейсерам. Вот такие у нас пушки, такое у нас просто замечательнейшее преимущество. Бой практически сделан, цифра, вот посмотрите, у меня стоит мод, который показывает урон непосредственно в бою, он просто-таки радует глаз. Да, Нью-Йорк так может. Конечно, не в каждом бою у вас так получится. Меня мог зафокусить более скиллованный авик, на меня могли навалиться эсминцы, да мало что могло произойти. Нет у нас, ребята, в игре такого корабля, который просто бы за вас бы с вертухи бы топил эсминцев, выворачивался от торпед. Все приходится делать ручками. Главное, знайте, плюсы и минусы своего корабля. Плюсы, у вас очень дамажное орудие, хороший запас ХП, хорошая броня, у вас там пояс 305 миллиметров, толщиной бронепояс, ребята, у вас. И орудие, 14-дюймовое орудие к калибрам 356 миллиметров. Это ваша сильная сторона. Ну и плюс маневренность. Наверняка вы видели, как в упор уворачиваются от торпед американские линкоры. Минусы, это, опять же таки, вы очень медленный и по вам все стреляют. Посмотрите на результаты этого боя. Ребят, они просто прекрасны. И вспомните, что я вам говорил. Можете перепроверить, посмотреть видео еще раз. У меня нет флажка, который влияет на фарм кредитов. Все это, так сказать, нафармлено, честным путем. Ну вот, смотрите, экспо без модификаторов тоже просто таки радует. Ну и дамаг соответственный. Если у вас вдруг будет не получаться играть на Нью-Йорке, вспомните этот бой. Вспомните, что он все-таки может. Пусть вам это немножко как-то будет некоторой подмогой, мотивацией на продолжение игры на этом корабле и на его прокачке до следующей Нью-Мексики. Ну что ж, ребят, я вам безусловно желаю, чтобы такие бои у вас происходили почаще, чтобы вы превзошли мой результат, чтобы этот корабль вас только радовал. На этом капитан ЛА-300 прощается с вами. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы еще это не сделали. Это самая лучшая мотивация для меня. Ну что ж, ребята, всем до новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok